Проезд по третьему пусковому участку центральной кольцевой дороги откроется в ближайшие недели. А пока дорожники испытывают искусственные сооружения, чтобы убедиться в надёжности и безопасности конструкций. Так на днях государственная компания «Автодор» тестировала новый мост через канал имени Москвы. Проверки проходят в два этапа. Сначала делаются статические, а потом и динамические замеры. Происходит загружение автомобилями с определённой нагрузкой, порядка 30-35 тонн, которые выставляются в наиболее неблагоприятных сечениях для того, чтобы создать максимальные напряжения и деформации в конструкции. И, соответственно, их снять с помощью размещенных на конструктивах датчиков. Для испытаний моста через канал использовалось 10 самосвалов суммарной массой 350 тонн. Водители, следуя указаниям операторов, останавливались в размеченных местах и преодолевали 5-сантиметровый порожек. А специалисты, расположившиеся под мостом, в это время фиксировали данные, полученные с датчиков. Когда мы загружаем, проводим испытания, мы оцениваем, чтобы полученные нами напряжения, деформации и прогибы совпадали с расчётными, которые мы получили от этих нагрузок. И чтобы, когда мы приложили нагрузку, а потом её убрали, напряжение и прогибы вернулись в ноль. Один пролёт моста уже испытан и прошёл проверку прочности. Конструкторы уверены, что проблем не возникнет и со второй его частью. А на другой своей дороге, М4 Дон, компания Автодор проводит эксперимент. Беспилотные летательные аппараты в тестовом режиме запущены над трассой М4, чтобы фиксировать нарушения правил дорожного движения. В частности, запрещенные на автомагистрали остановки на обочине и движения задним ходом. Если эксперимент признают успешным, беспилотники также пропишутся на трассах М3 Украина и М11 Нева. К слову, южное направление является для Автодора одним из приоритетных. В 27-м году госкомпания хочет начать новую стройку из Екатеринбурга в Краснодар. Предполагается, что платная дорога пройдёт через набережные Челны, Саратов и Волгоград, а завершат её к 35-му году. Тогда же закончат новую дорогу от Джубги до Сочи, хотя обходы Туапсе и Лазаревского сдадут ориентировочно к 30-му году. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...